Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим в очередной раз, и сейчас объясню почему в очередной раз, Кейлера. Ну а перед тем, как мы с вами это сделаем, я хочу попросить каждого из вас, кто смотрит мои видео без подписки, но является постоянным зрителем моего канала. Ну и даже если вы не являетесь постоянным зрителем моего канала, подпишитесь пожалуйста на него. Дело в том, что для вас это не будет стоить ровным счетом ни гроша, а для меня это развитие моего канала, это взращивание моего детища. И я вам за это буду очень благодарен, а вы в свою очередь сделаете доброе дело, ну и соответственно поможете мне развивать мою мечту. Заранее вам большое спасибо. Итак, ребят, почему выкатим в очередной раз? Дело в том, что вчера танчик вывалили на продажу, я купил этот танк, я открыл контейнеры, но я показал танчик в его реале по первому впечатлению. То есть как только купил, сделал на нем первые два заезда, второй заезд был абсолютно неудачным, мне не повезло. Но в общем в любом случае, вот сейчас вот по подсказочке, можете перейти и посмотреть первые два въезда на этом танке в бои. Я подумал, что наверное будет не совсем честным сделать обзор на этот танк исключительно такими двумя первыми боями. Это не совсем честный обзор в отношении того, что я-то машинку еще не успел прочувствовать, я-то еще не понял как на ней играть. Возможно она играется лучше, а возможно в первом бою мне просто больше повезло. Ну в общем, возможно очень разных много, поэтому я решил эту машинку еще чутка покатать, ну и честно говоря немножко порадоваться обновке в ангаре. И соответственно решил через сутки выдать еще одно видео, в котором заснять еще два боя, в которых я покажу как эта машинка катается тогда, когда вы уже, ну грубо говоря, где-то часика 2-3 на ней поиграли, ну и плюс-минус привыкли к ней. Итак, ребятки, начнем мы как обычно с чего? Мы начнем с того, что посмотрим на ее технические характеристики. Я всегда оцениваю исключительно пушечку, кто не знает, все остальное зацениваю в бою, как она себя ведет в реальности, а не просто на циферках, которые написаны в характеристиках техники. Итак, пушка. Средний урон 350 единиц. Бронепробитие 225. Для танчика 8 уровня в принципе все окей. Время перезарядки 9.81. Про время перезарядки поговорим немножко в бою, и я думаю там будут плюс-минус боевые ситуации, в которых я смогу вернуться к этому вопросу. Урон в минуту 2.141. В принципе, неплохо, как для восьмерки, но опять-таки немножко обсудим. Время сведения и разброс на 100 метров мы сейчас увидим непосредственно в бою. Что касается углов наводки 15.8, забегу немножко наперед. Я не ощутил нехватки углов вниз, хотя сама цифра меня смущает. Вот есть такие танчики, на которых, допустим, там углы наводки у вас там 8, да, но в бою вы чувствуете, что вам вот прям вот совсем их не хватает. Вот прям, блин, ну да не терпежа. А здесь вполне терпимо, и в принципе мне это понравилось. То есть я не ощутил дискомфорта от наличия восьмерки вот в этом показателе. Ладно, ребятки, давайте меньше слов, больше дела. Катимся в бой. Итак, вот мы закатываемся в бой. Мы, ну, в топе, не в топе, смотрите, там против нас две семерки всего. Короче говоря, вот мы в бою, и сейчас посмотрим, что этот танчик реально собой представляет и что он предлагает. Итак, вот мы появились. Подвижность заценивал я и в первом видео по данному танку. К подвижности у меня вопросов абсолютно никаких нет до сих пор. В принципе, для тяжика эта подвижность вполне нормальная. То есть сказать, что она унылая, эта машинка, ну, я бы не сказал, что она унылая. Что же касается того, с кого его слепили. Башня у него очень похожа всё-таки на Лёву. По корпусу, вот, пожалуйста, Тигр-2. Крайне похож на нас, немножко перерисованный. Ну, многие сравнивают эту машинку с Е-75 TS. В чём-то я согласен. Единственное, что на той машинке всё-таки альфа поменьше. Здесь она побольше. Насколько это существенно, я, честно говоря, не могу сказать с уверенностью. А сугубо по цифрам там, по-моему, что-то то ли 300, то ли 310. Здесь 350. Ну, то есть что-то такое, знаете. По точности орудия, если бы я сейчас нормально в сушечку прицелился, я сейчас немножко психанул, заговорился, раньше выстрелил, чем надо. Но в целом пушка меня, ну, как бы не раздражала своей точностью. Ну, вот сейчас на 350 в гуся вполне спокойно залетела. Ну, а в меня не залетела, и мне это очень приятно. Я так понимаю, что там на горке, как обычно, где-то прячется ПТ-шечка какая-то. Откачусь назад, не буду ее дразнить. Я для себя понял по играм на этом танчике, что танчик, он не совсем приемлет бурзой игры. Я, меня очень часто успокаивают и говорят, что, слушай, вернись назад, что ты постоянно закатываешься. Я любитель вот таких вот замесов и драк. Я люблю валиться куда-то и начать куда-то там что-то рассыпать, наводить какой-то шорох. Не всегда это получается. Довольно часто отхватываю. Довольно часто я отхватываю. Довольно часто из-за этого сливаюсь. Ну, вот такая вот у меня манера игры. А вот этот танчик, он все-таки не совсем приемлет. Этот танчик вот такой вот где-то за камешком, за каким-то зданием на нем вот так вот припарковаться, ну и пытаться откидывать. Поэтому борзеть на этом танке я крайне не советую. Крайне не советую прям куда-то пытаться вкатиться. Я во втором своем бою, в первом видео, напоминалочка висела раньше. Если не забуду, то и здесь напоминалочку поставлю в виде ссылочки на то видео. Ну, либо просто зайдите на канал да посмотрите. Поним? Короче, суть в чем. На второй катке в том видео я заехал как-то вот так получилось, без своих союзников в бой, против пяти танков одновременно. Все мои ребята поехали в одну сторону, ну а я как олень приперся совсем в другую. Ну, вроде бы поехал прожимать линию ТТ, но меня никто не продержал, и я туда приперся сам против ТТшек и ПТшек. Короче говоря, разобрали меня за пару секунд. Говорю к чему? Говорю к тому, что машинку разбирают, и надеяться на то, что она супер бронированная, я бы вам не советовал. Да, она принимает в себя непробития, не принимает их довольно часто, но, ребят, только если вы находитесь на дальнем расстоянии, и вам везет. То есть, рандомная вот эта вот броня, так называемая, она срабатывает. Вот если она срабатывает у вас, то вы фартовый чувак. Если она у вас не срабатывает, то вас просто, там, буквально секунд за 10-15, ну, тупо разберут, и вы будете там сидеть и хлюпать слезами в ангаре. Ну, точность у этой машинки, она действительно классная. Я сейчас бортом поеду, бог с ним, с ИСом, мы все равно побеждаем, буду идти на размен, в конце концов, по ХП. Машинка, в принципе, она мне понравилась. Даже вот, честно говоря, первое впечатление об этой машинке, оно было не настолько приятным, как после того, как я на ней покатал. Итак, вот мы отыграли, мы стояли не на первой линии, да, то есть мы просто держали фланг, ну, и поехали уже тогда, когда убедились в том, что имеем на это возможность, я имею в виду на эту наглость. Мы нанесли 2300 урона, я не могу сказать, что это много, но, согласитесь, это и не мало. Мы сделали один фраг, и за это все мы получили 77 тысяч. Если я не ошибаюсь, ну, знак классности третьей степени, как бы, ну, такое себе. Дело в том, что машинок сейчас этих мало, как мне кажется, у игроков, ну, и, соответственно, вот эта вот планочка, она не сильно задрана вверх. По результативности в нашей команде мы заняли с вами второе место по урону, и не намного отстали от первого места, от Т-44-го. То есть, в принципе, машинка, она вполне играбельная. Просто к ней нужно привыкнуть, к ней нужно, как говорится, присобачиться для того, чтобы понимать, как на ней отыгрывать. И если вы это будете понимать, то в ваших руках, если они такие же плюс-минус кривые, ну, а плюс-минус ровные, как у меня, напомню, что статистика моя не очень велика, я не являюсь суперскилловым игроком. Так вот, мне кажется, что на данном танчике вы сможете отыгрывать, вы сможете на нем плюс-минус фармить, а главное, получать удовольствие от боев, в которые будет вас бросать. Не советовал бы рассчитывать, что этот танчик будет тащить прям каждый бой. Не советовал бы чувствовать себя каким-то чуваком, у которого активирован чит-код на бессмертие. То есть, бойтесь того, что вас будут выцеливать, бойтесь того, что вас будет прилетать. По поводу того, как танковать. Вот когда вы становитесь вот так вот как-то ромбом, иногда враги видят в ваших экранах вроде бы, типа, как пробить можем, но по факту дается рикошет. По башенке маска орудия довольно неплохая и, в принципе, перекрывает практически всю башню. Почему я и говорю, что играть на этом танчике необходимо на расстоянии? Потому что на большом расстоянии выцелить вот эти вот бока башни так, чтобы прям пробить, если вы стоите прямо, вот так вот, пушкой на врага, ну, как бы, врагам уже сложновато. Что касается того, как ездить, я бы крайне не рекомендовал выезжать на кого-то тупо боком. Вот как мы сейчас стояли, видите, бачина шьется, но просто на ура. Е75-ка, вот мы сейчас с ней схлестнулись, плюс-минус выглядит в прицеле так ваш танк, когда вы стоите. Поэтому, выехав на каком-нибудь Е75, Е75-ТС, вы можете оценить, как ваш танчик выглядит. Вот, повернулся башней и, в принципе, будут уже прошивать. Что касается голдовых снарядов, ну, вот, голду приходится иногда активировать, для того, чтобы хоть кого-нибудь долбануть. Но это происходит не так уж и часто. Четверочки не хватило, сейчас можно было Т-54 добрать. Постою, посопротивляюсь, не знаю, получится или нет. Ускорюсь. Главное, чтобы Т-54 сейчас, ну, он успеет все-таки, нет? Ну да, 1-1, чутка раньше бы я выстрелил, была бы такая возможность, я бы его забрал, может бы еще немножко пободался. Короче говоря, ребята, не буду дожидаться выхода в ангар, просто быстренько подсуммирую то, что хочется сказать об этой машинке сейчас уже, по прошествию нескольких часов игры на ней. Машинка годная, машинка стоящая, на ней приятно играть, это не имба однозначно, то есть до имбы ей все-таки еще немножко прыгать и прыгать, но в целом как играбельная машина однозначно играбельная. Мне, честно говоря, зашла. Возвращаясь к ценнику, все-таки 12,5 тысяч это, конечно, дороговато, стоила бы она хотя бы десятку, ну, это было бы нормально и приемлемо. 12,5 только в случае, если у вас эти деньги есть, потому что, когда продаются другие восьмерки по ценнику, допустим, там, 8 кусков, как тот же Action X, ты начинаешь задумываться, если эта машина стоит на 4,5 тысячи больше, а в принципе в половину, да, там, дороже, чем Action X, значит, она и играться, и фанить должна гораздо лучше, но она не настолько лучше, чтобы быть настолько дороже. Этот ценник связан только с тем, что машинка только появилась за голду, ну и, соответственно, на нее, типа, должен быть ажиотаж и спрос. А в целом, ребят, смотрите по своему карману, мне лично машинка зашла, мне понравилось, даже в моих полукосых руках. Всем благ, всего хорошего, возвращайтесь на канал, я буду очень рад вашим подпискам, заранее вам огромное спасибо за поддержку моего канала. Всего хорошего, возвращайтесь, мира вам!